Субтитры сделал DimaTorzok И также, как всегда, еще не было такого случая, когда бы его не было Алексей Но хотелось бы, хочу-то прослеживаться в твоих сейчас фразах Ребят, сегодня, да, с вами, естественно, теория большого пива Но сегодня речь пойдет скорее не о пиве Очень многие люди после, очень многие наши, скажем так, соотечественники, хотят сказать Наши с вами единомышленники написали, что проверьте, пожалуйста, Елаха Я был уверен, что Елаха это пиво Я поехал в Пулковский универсал, я смотрю, Елаха стоит рядом с пивасом Думаю, не, ну, по-любому надо брать Раз ребятам рекомендовали Все, в кузовщине быть, отлично, вырубай Кого? Скажи сейчас, сейчас ты должен заготовывать Подожди, давай разыграем сценку Денис, а ты... Почему у тебя джином пахнет? Подожди, подожди Каким, каким джином? Ах ты ж, сука Денис Ой, блин Это подготовка, ребят, к кузовщине, которую, скорее всего, вы уже видели Давай разыграем сценку Денис, а ты есть в социальной сети ВКонтакте.ру? Да, есть А ты подписан на сообщество Теория Большого Пива ВКонтакте? Конечно Знаешь, чем мне нравится это сообщество? Оно охеренное Да И самое главное, что мы... И самое главное... Рано ушел И самое главное, что мы можем следить за новостями этого канала И мы, конечно, это делаем К нашему случайному случаю Ссылочка будет в описании Ребят, классно Вы дебилы Ладно Ребят, подписывайтесь, правда, там всякие интересные новости есть из нашей жизни Да ладно Из жизни алкоголиков Да ладно Просто иногда, знаете, когда выпуск не выходит Люди, многие пишут в Ютубе Блин, чуваки, где выпуск? Я себе пиваса взял Вот там еще подробности, если вдруг что-то не выходит по расписанию А там водка под столом Елаха, господа Давайте для начала... А, ну я ехал как за пивом Оказалось, что это некая медовуха Я Денису, знаете, короче, вышел с Пуковского Звонил мне, говорю Дружище, я взял елаху Он такой Ты что, говорит, поблевать захотел? Я говорю, что это? Он говорит, так у тебя же аллергия на мед Я говорю, и что? Так это, говорит, медовуха все Ну это не медовуха Да Ну смотри, нет У них в чеке написано медовуха Чтобы вы понимали, каждая... Но мед есть практически везде Отлично, завтра высыпят Каждая бутылка стоит 99 рублей Какая она сегодня есть? Елаха, груша, клюквенная Елаха, крепкая А нет! Вот здесь вот нет меда Яблочная и грушевая Ну, я думаю, грушевая что-то типа сидр будет, скорее всего Слушай, а грушевая, яблочная, без меда? Это отличная новость Но не для меня Потому что я сегодня буду пробовать все Давай так Я к медовухе отношусь крайне-крайне так себе Если честно, вряд ли, конечно, даже высыпет Потому что там медосодержание такое, что... И так все высыпано, все что можно Да, уже с подросткового возраста высыпало И до сих пор всасывает в себя Я не очень люблю не медовуху Сидр очень люблю Но сидру мы уделим отдельное время Вкусовщине Мы купим очень дорогой Потому что сидр сидру рознь Это приказано Можно купить голден кеп Вместе с ягуаром, например А можно купить Сидр, знаешь, сколько стоит? Вот ты сидр любишь Я нашел сидр 970 рублей Как тебе такой ценник? В недорогом магазине А литраж? 0,5 270 литров Маленький заводик на Алито продают Берем Давай теперь твое отношение И к сидрам, и к медовухе Как таковой? К сидрам я отношусь абсолютно параллельно Так Я могу его пить Я могу его не пить У меня нет такого желания Прийти в магазин и купить именно сидр Что касается разновидностей Мне больше нравится грушевый Что касается елахи Да, я иногда ее беру Просто когда хочется взять что-то сладенького Знаешь? Из ряда того, что Когда пиво достало Горькое, горькое, горькое Хмель, хмель, хмель А тут надо что-то вот Ну типа рецепторы съесть Можно конфет взять Ну Шкоду хотя бы Что? Слушай, мне кажется, она сейчас разрушает твои стереотеки Какой-то безумный Знаешь, как стена такая рушится Такая Какие конфеты? Кто? Кто? Кирпичей Да Наташа, очень важно, чтобы это было все алкогольно Не забывай А есть конфеты с ликером Так как обзор Что? Конфеты с ликером Да там ликер-то такой, знаешь Кондитерский Уделимое внимание до этого Елаха Елаха, елаха, елаха Елаха Делается она в мытищах Это все, что я погуглил Денис А я могу наоборот прочитать это название Ахале Ахале, махале Ну красавчик, брат Ты умеешь разодорить публику Что можно сказать про эту елаху То, что написано на этикетке Она готовится на основе старинных русских рецептов Не уверен Подожди Честно говоря Я знаю, что может быть это бредовое занятие Мне кажется Ты что делаешь? Подожди, но по цвету не одно и то же Нет Нет Нет, конечно А ты что, ягваров что ли налил? Ну да, но я хотел бы задрался этим ягваром уже Все, прости Не отпускает А когда ты и будешь теперь наливать, у тебя остального нету? Ну, я быренько помою пока Сейчас еще сделаю, не переживай Мы сейчас какую будем пробовать? Мы сейчас будем с тобой пробовать вкусную, наверное, клюквенную Ксуша, а мне нравятся клюквенные настойки У меня от них изжога Да ты что? У тебя трофе изжога Открытые настойки изжога Ты старый, рыжий, бездушный Еврей Любимый друг Ну что же делать? Так, а что касается настоек Кстати, блин, ты знаешь, я недавно в Пушкине открыл новое заведение Называется Хлебников Братан, я тебе... Раз на секунду подумал, что ты сам его открыл Нет, я клянусь, там знаешь, что продается? Хлеб? Как тебе хвостный мозг, говядинки? Отлично, я его обожаю Это офигенная штука там нам продается Грузди, белые, черные, рыжие Я охренел Диня, там еда вот именно русская такая, знаешь Только ушей нет почему-то Но я к чему это рассказываю, все ты сейчас спросишь Молодец, мы же профессионалы, мы выключаем телевизор У меня стоит дочь внизу, она взяла не те ключи, чтобы не звонить Пишет мне сообщение, что я не попасть домой Сделай, пожалуйста, там тык-тык Спасибо, что обосрал нам всю съемку Так, ребята, я говорил о том, что... И знаешь, чего я был удивлен? Помимо того, что там очень большое... Там из лося котлеты и все... Знаешь, что там? Там около 25, ты врубишь, 25 настоек на всем Разве что только на бычьих яйцах нет То есть и тархун, и все, и все Я почему-то подумал, почему нам не сделать вкусовщину настоек с тобой как-нибудь С бычьими яйцами? Нееет, ну вообще в целом Настоек? Да Ну можно... Теперь это смысл моей жизни, напоить тебя клюквенной настойкой Она бледная Ммм... Великолепно пахнет Сука, как клюквой пахнет, обалденно Пахнет спиртяжкой немного Блин, это не сидор Не, клюква у меня не котируется, я даже оценивать это не буду Для меня это не ж двойки, это невозможно Все-таки очень любопытно Что ты хочешь? Подожди секундочку Все-таки очень любопытно узнать, а что это вообще такое за напиток? Клюква для меня нет, это отказать сразу Подожди, елаха клюквенная Слабоалтогольный напиток, брожение, медовуха Мед не чувствую совсем здесь Там его как и не было Да, здесь как будто его нет А вот клюква... Клюква чувствуется, а это мне не нравится Я не люблю клюкву, я не люблю все, что связано с клюквой Вкусно Мне тоже понравилось Такое... А мне наоборот клюква... Я очень люблю клюквенный, это вкусно Пожалуй, единственное... И алкоголь вообще не чувствуется здесь Пахнет Единственное, что могу сказать, что с точки зрения сидора Я бы сказал, что это сидор Только какой-то очень своеобразный, но это сидор Пахнет спиртом клюквой, на вкусе клюквы Больше сказать вообще... Блин, ребята, ну я клянусь, я бы не стал второй раз это покупать Потому что... Я сейчас глупость скажу Я сейчас знаю, что я скажу И сейчас меня подтянут в комментах Ну это какой-то девочкинский напиток Ну вот он такой вот сладенький Он как, знаешь, он как шампанское Вот ты пьешь, он больше похож на вот такого По цвету розовое шампанское это одинаково Как розовое вино Не надо Не надо Подай паркат Я бы их битые убил всех Ладно Мне понравилось, я ставлю Именно не как пиво, как напитку я поставил Блин, семерка Но это вкусно Это не вот эта сака блейзерская всякая такая Нет, это двойка Для меня просто... Я не люблю клюкву, вот и все То есть подожди, то есть даже морс клюквы ты не любишь? Нет, ну у меня одна ассоциация Клюква это изжога И плохое вот самочувствие, и все Клюква это изжога Цитата великих людей, ребята А брусь, не как? Брусника мне нравятся То есть изжоги нет? Нет Блин, ну брусника и клюква очень похожи Но они разные Но они разные, но они похожи Ну да, размером и цветом да Если ты с точки зрения визуализации сравниваешь Еще красная смородина на них похожа Еще красная смородина Пластилин красный, если скатать в шарик Очень похож на бруснику Обожаю своих друзей Здесь слишком жарко, я перестаю мешать Дальше идет елаха под названием Крепкая А что у него входит? Крепкая Да насрать что-то входит, главное, что это крепкая Нет, а сколько градусов там? Покажи, сколько градусов, Денис? 5,9 Охота крепко Охота крепко, извините, 8 Кого вы смешите со своим 5,9? В составе здесь заявлены концентраты квасного сусла Я хочу Ржаной солод, мука ржаная Солод и ваваренные ячмены Регуляторы кислотности Лимонная кислота Ну диоксид углерода, понятно Это то, что мы газируем Экстракт аронии Арония, обожаю Да, арония, это что, не знал, что это такое? Да, что это? Это Аарон Из сериала «Остаться в живых» Сын там был Аарон Вот ты задрот Да, обожаю этот сериал Сейчас просто пересматриваю, поэтому вспомнил Охрененно Да, черноплодка очень сильно Охрененно в штуках Ну да, вот это дерьмо позовет с этим Вот это, да, это уже повкуснее Несмотря на то, что есть ассоциативные такие вот Сразу визуализации То, что крепкая Балтика 9, охота крепкая Несмотря даже на это, вот это достаточно вкусно Слушай, ну Ярко выраженный вкус черноплодной рябины есть Он такое впечатление Такое немного сухофруктовое Ну я хрен знает Это знаешь, как вот Не подморозили черноплодку А подсушили черноплодку И потом размочили Но она не вяжет Она не вяжет, да Чертоплодка обычно вяжет просто Знаешь, чего нет ощущения? Что оно не натуральное Знаешь, химический привкус Здесь вот этого нет вообще То есть ты пьешь, ты понимаешь Что-то такое нечто, наверное, скорее всего Даже натуральное Блин, я перей... Может это и есть экстракт аронии? Я, короче, я хочу переиграть оценки Я говорил, что предыдущие 7 Блин, предыдущие, короче, 5 или 6 Потому что вот это классно И вот назвать это медовухой даже не хочется Это какой-то такой, знаешь, напиток Здесь мёд чувствуется Блин, Динька, я может быть... Да это тебе понравится по-любому Это же крепкая, Наташа, ты же любишь крепкая Слушай У тебя же прокуренный голос, ты крепкая И тебе... Я болею Вот такие случаи 99 лет Ты просто не читаешь комментарии А я читаю Да Ребята пишут, что тебе 99 лет Ты прокуренная женщина Прокуренная женщина Я молчу так, красиво Да ты гонишь, что ли? Мы же наоборот вызываем Этот... Не понравилось Ягодно, сухофруктово Крепости не чувствую вообще Извините, извините, знаешь, чего мне больше? Курагой отдает Да, курага Компот Ну, я говорю, сухофруктово Компот Крепости не чувствуется вообще Компот Не на запах, не на... Вот здесь вот чувствуется спирт на запахе Вот здесь нет Что там, что там не чувствую Ну, вот курага сейчас прям вылезла по полной Ммм, и черная сморозина Ой, ничего, раз повторю Черноплодка Блин, вот это прям на уровне Чего-то такого действительно нового Я, знаешь, я почему-то думал Когда я стоял в магазине Такой думаю Блин, надо, короче, ребята писали Надо попробовать Я думал, что это что-то из серии, знаешь Новомодных ягуаров Трофь Ну, типа, знаешь Ушел тот век тех напитков Сейчас что-то более-менее натуральное должно появиться Ну, типа, без искусственных красителей И всего вот этого Вяжет Вот сейчас, да, да Да, сейчас вяжет Ха, то есть ты сейчас гролщиком здесь заполировал Я так понимаю Хмеля не хватает в организме Кровь начинает требовать Все-таки я... Лопулин, да? Заряд лопулина нужен Когда я рядом с тобой, Денис Организм просит хмеля Хмеля-сунеля Итак, сегодня у нас еще есть закуска Такие вот колбаски Я их брал под предыдущий выпуск Который вы уже видели Гройч Но я забыл про них Денис говорит Надо сейчас что-то заесть Потому что иначе у него Уже начинается изжога А нас впереди еще Вкусовщина, ребята Это законно? Это колбаски к кабаносе Состав Шпик, мясо свинины, вода, соль, смеси пряностей Ты в узел завязал? Да Блин, почему я не удивлен? Почему я не удивлен? Да я пихну куда-нибудь это 70 рублей стоит в ленте Ну Колбаска 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 Да? Да Такие в солянку добавить норм будет В солянке да Именно в солянке ему и место Нарезочка Ладно, давайте Ну вот видите, ребята Вы поймите, мы в квартире жилой Ребята живут в коммуналке Тут столько людей ходят Шутка Мы во дворце Царь мы во дворце Знаешь, мне нравится Да, неплохо Ну вот я бы в солянке бы прям вообще съел бы с удовольствием С маслинками Не, вкусно За, по-моему, по скидке 57 рублей были Сочно очень Ну Крепкая Да, отлично О том, мы забыли, о чем говорили Здесь было столько нарезок и врезок Что мы, скорее всего, забыли, о чем говорили Что касается крепкого Еще раз да То есть я бы еще раз купил Да Вкусно Может быть Я бы не стал бы пить весь вечер это Но вот бутылочку такую, знаешь, садануть Прохладную, кстати, было бы неплохо По температуре Дальше у нас идет елаха яблочная Что такое елаха, Динь? Что это за слово такое елаха? Давай переведем на английский Давай сегодня будем идти против течения Обычно мы с английского на русский Я тебе, ну, елаха Как бы это звучало на английском? Елаха от слова ель Так, ель Три Наверное Грин три Нет, не грин три, а ель с иголки Как иголки? Иголки Три виз иголки Три виз иголки Три виз иголки Дожди, елаха, ель, лаха Ха-ха, смеяться Лав 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 Три ель виз иголки Виз лав Давайте запустим этот хэштег Мы дебилы Наташ, мы профессионалы Мы дебилы Вот так вот елаха звучит на английском Так, давай Яблочная Это уже скорее не медовуха Аники Сидор Четыре с половиной оборота Чтобы вы понимали При объеме 0,5 Я... Почему оборота? Вот откуда пошло обороты? Я не знаю, братан Откуда пошло слово... Какое я слово все время называю? Если я не ошибаюсь Оп, это не обороты А объемная доля спирта В этом Ну слушай А что ты докопался? Оборота То есть когда ты... Четыре оборота Сколько у нас там? Четыре с половиной оборота Четыре с половиной вращения Оборота Слушай, вот что ты докопался-то в меня Ну ты же это сказал Ну давай Яблочный Сидор Нам пишут, что это такое Я не знаю Очень пахнет яблоком Зеленым Очень хорошим яблоком О, у меня вейб жижа так пахнет Дурак Значит натуральная жижа Либо ненатуральное яблоко Блин, чертовски неплох Ну сухонький, сухонький Сидор такой Полусухой Я бы не сказал, что он сухой Ну да, он не совсем сухой Но сухой Помнишь ли эту гадость У нас до сих пор Наташа стоит Денис, короче, как-то привез из Нормана Сидор Он привез его, короче, в размере Там бутылок семи Я отвечаю, не знаю Каких семи? Ну, Наташа, скажи там дохера лежит Лежала Это я уже, при том, что я половину уже мыкал Кого, кого? Сидор, Денис, помнишь, привез Сухой? Да Две бутылки было Ну ладно, хорошо Там, значит, что-то еще был Какой-то Это же я, это я Сидор покупал Что ты покупал? Пять бутылок, а он две привез Он такой сухарь купил Это невозможно пить Там просто такое ощущение, что ты пьешь А оно просто из тебя высасывает всю энергию Как Волан-де-Мур Да, он такой выпил, короче, вот в столичке Такой, понятненько В антапте зачетинил Да, да, и все как бы Я беру свои слова обратно по поводу вот этих двух напитков Вот это вот вообще напиток Что ты переобуваешься? Крепкая более-менее А вот это вот я бы еще раз купил и не раз Но на уровне Сидора, я надеюсь, ты расцениваешь Да, при том Сидора именно местного Регионального Регионального, да Это вот питерский вкус яблок Дениска, я без обид Может быть, я что-то не шарю в питерских яблоках Я, честно говоря, яблоки, может быть, не очень люблю Но я, правда, не ем особо яблоки Но с точки зрения у меня ощущений Это Сидор, который делал дед Вот честно Ну, дед делал брагу на яблоках Но он всегда ее выпивал до того, как получалась брага Это вообще дурманило, походу, по полной программе Потому что он буянил Вот это вот с перчаткой Помнишь? Помнишь, перчатка висела у вас на даче постоянно Блин Один раз так напугалась Я так скучаю Я так скучаю по детству Не могу Она лежала-лежала Вот как подпрыгнет на этой Я всегда, знаешь, проходил-проходил Она такая, знаешь, типа вечером ложишься Она такая, так лежит А вы все равно просыпаешься Такая Я не знаю, про что ты сейчас подумала А ты про штат Так я пошлячка Ладно, давай дальше Но хотя они из Пензы Из Пензы? Ну, я думаю, это... Подожди, как Хованский, Павел Воля Что еще из Пензы? Я думаю, это проблематик Как всей средней полосы России Вот это вот невозревание яблок, видимо Ну, блин Как круто Ну, блин, вот это типа Это круто, это просто нормально Ничего сверхъестественного Такого прям вот, что Это как У каждого же свой вкус Ну, да, естественно Я и пытаюсь спорить Мы здесь Вообще-то мы здесь Собираемся Мне яблочное очень понравилось Мы здесь спорим же о вкусах Как бы и все А вот это, ребят Короче, я вам честно скажу Я сидр больше всего люблю грушевый И вот как раз в грушеньках я понимаю Потому что Я не знаю Потому что грушевый сидр У меня вызывает какое-то ощущение Полноценности сидра Именно по вкусу И когда я был в Ирландии Сука, я его пил Человек разбирается в дюшесах А дюшес, я очень любил дюшес А сейчас не любишь уже? Слушай, мне вот Вот я ненавижу эту фразу Типа из серии, знаешь, там Фу, раньше было лучше Да нихера подобного, блин Яблочной кожице еще отдает Какой кожице его? Шкуркой, да Кожице Ой, с виду Молодец, даже не проделался Что ты делаешь? Ничего Там сейчас двигается все Все нормально Запах нет? Нет Да пахнет дюшесом пахнет У меня насморк? Дюшесом пахнет, бог ты мой Ну да, но не так концентрировано А зачем тебе концентрировано? Напиток не должен пахнуть концентрировано Я говорю, у меня нос заложен А я что только сейчас пойду? Ой, груша, я так заложен Конечно, груша пахнет Как ни груша Сука, у меня сейчас ничего, завариваются? Собрались, да А я перевариваю? Ой, нет, это не мое Привкус неприятный Блин, оно горьковато чуть-чуть Но оно горчит, да И привкус какой-то неприятный Не знаю насчет привкуса Он просто горчит и все Вот это знаешь, когда пьешь На послевкусие, на выдыхание Вот это прям вот оно какое-то такое, знаешь, нечто Груша чувствуется На 100% чувствуется груша Нет, во вкусе, во вкусе да Да, но вот это вот что-то перебивающее есть Я не понимаю, что это Но есть какой-то горьковатый оттенок Как будто эта груша где-то перележала там Или подгнила Как гнилая, вот Стоп! Вспомни рейтинг томатного сока Да Помнишь этот сок, который вот гнилые томаты? Гнилые томаты, да То же самое Вот как будто груша некачественная Она даже как перебродившая в каком-то мере Это кто? Лена А это что первый номер был в списке А что она пьёт даже? А это Катенька, которая нам Текилу засылала? Да Катюн, привет Огоньбургербар А Огоньбургербар Слушай, у нас здесь слишком долго интеграция рекламы все Короче, это норма Вообще нет Вот вообще мимо, 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 мимо Короче, самое нормальное, что здесь есть Для меня, ребята Я еще раз повторюсь, это вот это крепкое И неплохое яблочное Ну на уровне расценивать Говорить, что это мой самый любимый сидор Блин, когда будет вкусовщина сидора Я вам привезу сидор, он стоит не так дорого Я боюсь, не побьет вот этот вкус Я тебя перебью Любой другой сидор, потому что этот вкус меня просто вернул в детство Это вот те яблоки То, что растет вот именно здесь у нас Я это с детства жрал, это постоянная оскомина вот такая От вот этих вот кислых яблок От Антоновки, от осенних сортов Вот это вот кислое послевкусие Это вот передано на 100% Можешь не создавать никаких Сидоровых обзоров, это победит Лично для меня Да, конечно, мы сделаем вкусовщину Сидора, я сделаю все в закрытую И поверь мне, тот сидор, который я привезу Я Антоновку в закрытую отлечу Ой, господи Что вы спорите-то? Все, да, натуре Денису понравилось Да, так это нормально Я живу не отговариваю Номер один, крепкая номер два Вот это Для меня яблоко Клюковка пропала Она достаточно сладкая И, ну, на мой взгляд После вот этих вот Понимаете? Если бы опять же это делать все в закрытую Я бы подумал, что это разные напитки в целом Я бы подумал, что яблочное Это делает какая-то контор, которая делает только Сидор Потому что оно Отдает именно Сидором Да, пушкинская интеллигенция Замазывает Рвется Рвется наружу По поводу крепкого Вот это вообще что-то очень вкусное И черноплодка Как она? Черноплодка? Все правильно Черноплодка Да Потому что я черноплодку всю свою молодость проживал Молодость Какую молодость В детстве Сигареты зажел Помнишь? А? Сигареты зажел Нет, слушай Нет Я был полный дебил Когда первый раз попробовал курить Я, конечно, знаешь, что делал? Это был, во-первых Мальборо Ментоловый Я думал, что он не отдает этим самым Это не все Это не все Я курил через веточку Это мне было там 13, может, лет Первый раз Самый первый раз И я купил зубную пасту И я просто жрал, как дурак И это было на даче, естественно Я такой, знаешь, захожу Бабушка И прикинь, я захожу И бабушка идет навстречу А там коридор, короче Такой, знаете, ну не пройти И я такой прохожу А я высокий достаточно парень Ну я сейчас метр девяносто пять Чтобы вы понимали, да Ну может там сколько мне было там В четырнадцать лет Метр семьдесят, да Метр семьдесят пять И бабушка на уровне до костей Я такой прохожу А чем это на тебя пахнет? А я такой, блядь Как сейчас объяснить Чем от меня пахнет? Мятой, бабушка Мята? Ну я ей говорю Да слушай Мяту ели Ты не поедешь Мы именно это сказали Ребята в парадной мяту ели А я рядом стоял Надышался Брат, скажи, пожалуйста Ты много у нас в Додергофе Парадных видел? У горы У вас-то подъезды в основном, да? Конечно Подъезды и все Елаха классно Но не вся Пятерочка Вот яблочная пятерочка Все остальное Под большим вопросом Крепкая и вкусная Все, мы повторяемся, Леш Скажи еще раз Покупать бы стал еще для себя? Да, яблочную куплю однозначно Все, ребята Колбаски были отличные Для солянки Все как надо Да? Да Ну а мы Сейчас будем записывать Вкусовщину Трэшовую Не знаю, что с этого получится Но вроде как уже на готовке Да? Ты готов, кстати? Да? Я смотрю сейчас туда И понимаю, что По-моему, не готов Слушай, знаешь, особенно При том, что здесь стоит Джек Дэнилс Би Фиттер Бомбей Шикарный И такие скромные Бутути Блейзер притаился Такой С ножом Давай! Неа! Вначале мы Ребята, с вами был Как всегда Денис Алексей До следующих встреч Встретимся Пока Пока Я надеюсь, что следующие выпуски У нас как раз будут В необычном месте Я думаю, что получится классно